День государственного флага России отметили также открытым турниром по силовому экстриму. Пять спортсменов из разных регионов боролись за звание самого сильного. За выступлением тяжелоатлетов наблюдала наша съемочная группа. На площади Центрального парка атрибуты, которые под силу только настоящим богатырям. Самый легкий инвентарь, 60-килограммовые гантели, самый тяжелый автомобиль весом в две тонны. Здесь в соревнованиях принимают участие спортсмены не ниже кандидатов в мастера спорта, подготовленные. Кроме силы важна скорость. Спортсмен не просто должен поднять с тяжести, но и сделать это быстрее всех. Старт! Есть! Есть! Попусти! Чувствую себя прекрасно. Сегодня хорошая погода, хорошая атмосфера. Зрители есть. Это очень важно для нас, когда зрители приходят на наши турниры, поддерживают нас. Поэтому чувствую себя хорошо. Немного запыхался, потому что только что закончил упражнение. Будем сейчас готовиться к следующему. То, что турнир по силовому экстриму проходит именно в Люберцах, символично. Округ считается родиной российского бодибилдинга и пауэрлифтинга. Именно в День флага России своим участием в этих спортивных соревнованиях украсите этот праздник. А я пожелаю каждому из вас здоровья, благополучия, удачи. Ну и сегодня, я думаю, судья у нас беспристрастный. Пусть победит сильнейший. В этот день свою силу и выносливость проверили не только профессиональные спортсмены. Всем желающим предложили поучаствовать в любительских турнирах. Жителю Люберец Виктору Сулоеву 61 год. За одну минуту мужчина пять раз поднял 55-килограммовую штангу и занял второе место. Мастером спорта стал в 80-м году, так что уже 40 лет. Как раз перед Московской Олимпиадой. В молодости толкал 200 килограмм. Сейчас интересно было просто попробовать. Попробовал. Ну, может, и больше мог. Но вот товарищ, который уже после меня выходил, так можно было еще напрячься и попробовать еще пару раз. Ну, преимуществами тот, кто последний. Самое сложное испытание турнира «Люберецкая сила» – перетягивание автомобиля. Оно и определило самого сильного участника. Им стал спортсмен из Саратова Жаслан Джуманьязов. Луиза Игазарян, Валерий Апсалямов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.